О мостах, дорогах, пассажирских перевозках и бюджете. Министерство транспорта подвело итоги прошлого года на расширенном заседании. Сразу же обговорили и планы на 2019 год. В работе коллегии принял участие и глава Республики Дагестан. Все подробности в сюжете Патимат Ханаповой. Введены километры дорог, построены и отремонтированы мосты. Статистика позитивная. И это все, несмотря на то, что в прошлом году ведомство сумело освоить более 3 миллиардов рублей. Так, республика была вынуждена вернуть их в федеральный бюджет. Тем не менее, глава Дагестана Владимир Васильев положительно оценивает результаты министерства по ряду направлений. Я признателен вам, Шахар Маханч. Во-первых, то, что вы возвратились в родную республику, включились в работу, работайте эффективно, видите те недостатки, которые есть и в нашей работе, и в вашей. Нам нужно их поправить. Нам нужно научиться теперь не только сберегать деньги, но своевременно и эффективно их превращать в дороги, мосты, жилье и многие другие вопросы. Здравоохранение, образование. По подсчетам министра Шурухана Гаджимурадова, работы проделано действительно немало. В эксплуатацию введены более 20 километров дорогу и 4 моста. Произведен ремонт 146 километров дорогу и 6 мостов. В стороне не остались и сельские автомобильные пути. На их улучшение было потрачено более 200 миллионов рублей. Говоря о планах, министр, среди прочих, выделяет снижение долгостроя. Значительный объем незавершенного строительства, который на начало прошлого года по 120 объектам составит более 11 миллиардов рублей, требует скорейшей ликвидации. Имея в виду в хорошем смысле это условие. При этом предстоит освоение около 8 миллиардов рублей с обеспечением ввода в эксплуатацию 97 километров автомобильных дорог и 16 мостов общей погонной длины 665 метров. На содержание региональной сети дорог в текущем году направлено около 800 миллионов рублей. Работа по реализации поставленных задач идет на основе принципов бережливого правительства и широкого применения цифровых технологий. На расширенном заседании коллегии также обсудили вопросы пассажирских перевозок, проблемы городского и междугороднего транспорта. Но особо заострять на этих злободневных вопросах внимание собравшиеся не стали. Видимо еще не время, да и люди потихоньку привыкают к чудачествам ценообразований на проезд. Кто-то платит 23, а кто-то до сих пор 17.